Вторично в Доме молитвы. Слава Господу, что Он позволил нам прийти на это место вновь. Будем занимать наши места, настраиваться на Богослужение. Перед общей молитвой я хотел бы, чтобы братья приготовили пока общее пение номер 248. Мы будем молиться, чтобы Господь благословил это служение. Я хотел бы прочитать один стих, который говорит следующие слова. «В защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, помните чудеса, которые Он сотворил». Чтобы все те милости, все те чудеса, которые Он творил в нашей жизни, чтобы они никогда, никогда не уходили на второй план. Чтобы они всегда были перед лицом, и за это мы всегда стремились все больше и больше приблизиться к Ему. И в этом служении также, чтобы у нас было такое желание – взыскать Его лица. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим и славим Тебя за милость Твою, за любовь Твою, за то, что Ты привел нас на это место. Мы просим, чтобы Ты через Слово говорил каждому сердцу. Чтобы в наших мыслях, Господи, всплылили те чудеса, которые Ты сотворил в нашей жизни, и мы хотели благодарить и славить Тебя за это. Чтобы мы вместе прославили Тебя и в пенях, и благослови скрипачей, когда они будут служить песнями, пением Тебе, Господи, и всех нас. Воскресную школу благослови, учителей, преподавателей, Господи, все отрасли служения, которые происходят сейчас и будут на неделе, Господи. В этом служении просим милости Твоей, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Давайте так вместе споем номер 248. Люблю Господь Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвечный Бог, я церковь Твой алмаз. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Слава Богу! А самая значимая, самая великая победа в истории человечества, которая была, это даже важнее, чем победа над фашистской Германией. Праздник, который мы отмечаем, это день победы над грехом, над смертью и над адом. Христос победил их, и Он своей могущественной властью и силой, своим воскресением Он отобрал у сатаны ключи ада и смерти. Несколько дней назад, перед распятием, Христос возгласил религиозным вождям Израилю следующие слова. «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Он говорил о теле своем, Он потом сказал в Евангелии об этом. «Они разрушили его святое тело, пристав его на распятие, и на третий день Христос восстановил свой храм. Он воскрес из мертвых». Братья и сестры, сердечно поздравляю вас с величайшим Днем Победы. Христос воскрес! Воистину воскрес! Совершилась кульминация Евангелия, и Христос воистину воскрес. По этой причине мы, дорогие, собираемся с вами каждое воскресенье, чтобы прославлять Господа за его подвиг, который он совершил на Голгофском кресте. Мы просто не можем по-другому. И Христова Победа, она является стержнем нашего упования, она является стержнем Евангелия. И мы не мыслим себе христианство без воскресения Христова, не так ли? К сожалению, есть верующие, которые предпочитают игнорировать этот великий день. Они почитают день субботний. Почему они это делают? Я думаю, что они просто не понимают до конца всей сущности Евангелия, всей ценности и важности Евангелия. День Христова намного важнее и славнее, чем день субботний, чем день покоя. Они, конечно же, находят оправдание в своем выборе. Они говорят, ну, ведь Христос в день субботний находился в покое, в гробнице же. Поэтому мы должны отмечать этот день вот особым образом. Мы должны тоже находиться в покое. Друзья, если кто-то хочет праздновать мертвого Христа, лежащего во гробе, это ваше право, это их право. Но мы праздновать будем с вами воскресшего Христа, который воскрес из мертвого. Воскресение, правда? И слава Богу, что он воскрес. Все пророчества указывают на этот святой день. Ну, например, вот одно из пророчеств, которое записано в Псалме 117, 22-24 стих. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Всей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оной». Это пророческий псалом. У меня несколько вопросов. Первое. О каком камне здесь идет речь? Ответ очевиден. О Христе. Он наш камень. Не так ли? Другой вопрос. Кто такие строители в данном контексте? Ответ очевиден. Это религиозный вожди Израиля. Другой вопрос. Когда они его отвергли, этот камень, краеугольный камень, перед лицом Пилата? Не так ли? Все евангелисты обращают на этот факт серьезное внимание. Например, Иоанн пишет в 19 главе 14 стихе. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой. И сказал Пилат Юдеям, «Все, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит, «Царя ли вашего распну?» Они отвечали, «У нас нет царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Лука также обращает внимание на то, как Израиль отверг своего царя. Отвергли этот камень, краеугольный. Написано в 23 главе 18 стихе. Весь народ стал кричать, «Смерть ему! Отпусти нам в Араву!» Матфей также обращает на это внимание. И Марк тоже. И в 27 главе Матфея 25 стихе отвечал весь народ и сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» И действительно, это произошло ужасное событие 70 лет спустя, когда пришел император Тит и захватил Иерусалим, осаждал его несколько месяцев. После этого захватил и сделал то, что Израиль навлек на свою голову. Кровь его на нас и на детях наших в прямом смысле. «Кровь текла по улицам Иерусалима, он не щадил никого Тит, и женщин, и детей убивал всех. Камень, который отвергли строители». А еще вопрос. Когда Христос садился главой угла? Ответ очевиден – в день своего воскресения. Своим воскресением Христос заложил прочное основание для нашего спасения. Поэтому Псалмопевец в 117 Псалме 24 стихе говорит, «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Олной». Когда? Что за день? День Его Святого Воскресения. Именно в этот день совершилась кульминация Евангелия, кульминация спасения. Без воскресения Христа нету Евангелия и нету спасения. Поэтому мы не можем молчать в эти дни, правда? Но ликуем и торжествуем. Сегодня вместе с вами я желаю поразмыслить с вами о Евангелии. Что такое Евангелие? Евангелие – это не только просто благая весть. Евангелие мы называем весь процесс искупления, весь план искупления. Евангелие включает в себя весь спектр от Рождества Христового до славного Его прославления. Рождество Христово – это Евангелие. Страдание и смерть Христа – это тоже Евангелие. Воскресение Христово – это также Евангелие. Мы будем читать сегодня из первого послания Коринфянам 15 главы. Перед нами очень большой и глубокий текст Священного Писания, который подробно, очень подробно описывает нам сущность Евангелия, а также его влияние на жизнь человека. Сегодня я хотел бы обратить наше с вами внимание на первые два стиха только. Это вводная часть перед тем, как апостол Павел объясняет Евангелие в церкви города Коринфян, или, точнее сказать, напоминает им, если Господь позволит, когда-то, может быть, в следующий раз мы продолжим размышлять над этой главой, над 15 главой Коринфян, но сегодня прочитаем два стиха. Итак, 15 глава первого послания Коринфянам, первых два стиха. Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Итак, апостол Павел напоминает верующим в городе Коринфе Евангелие. То есть верующие в Коринфе, они знакомы уже с Евангелием, но апостол считает очень важным снова и снова напоминать верующим об этом. Почему это очень важно для каждого верующего? Почему это очень важно для нас напоминать Евангелие? Потому что Евангелие – это не просто благая весть для верующих, но это смысл жизни. Для нас и для каждого верующих, для верующих Коринфян – Это спасение, это прощение, освобождение грехов. Для Него это славно, и для нас это славная встреча с Господом на небесах. Каждый раз на хлебопреломлении читается текст из первого послания Коринфина, но также только из другой главы, немного раньше, из 11 главы, 26 стихе апостол призывает верующих то же самое. Он напоминает им Евангелие, Он призывает, чтобы верующие друг другу напоминали Евангелие. Посмотрите, 26 стих мы читаем, ибо всякий раз, мы сегодня утром уже читали этот текст, и было размышление на этот текст, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посмотрите, апостол Павел говорит о том, что когда мы с вами совершаем хлебопреломление или причастие, этим самым мы провозглашаем Евангелие. У меня вопрос, а кому мы провозглашаем Евангелие? Кому мы возвещаем смерть Господню во время хлебопреломления? Дорогие мои, этим самым мы не только неверующим провозглашаем Евангелие, но и друг другу мы напоминаем Евангелие, что сделал для нас Иисус Христос. Нам нужно постоянно обновлять это в своем сознании, что сделал для нас Господь. Сколько раз мы напоминаем друг другу о жертве Христовой? Ну, один раз в месяц, так заведено в нашем братстве. Ну, еще, может быть, в течение 40 пасхальных дней, когда мы напоминаем друг другу Евангелие, поздравляя друг друга словами «Христос воскрес, воистину воскрес» – это напоминание Евангелия. Сколько раз первые христиане напоминали друг другу? Каждый день, при любой возможности, когда они были вместе, они напоминали друг другу Евангелие. Ни о чем другом они не мыслили, ни о чем другом они больше не говорили, как только о жертве Иисуса Христа. Все проповеди первых христиан, они были сосредоточены на жертве Иисуса Христа и особенно на Его воскресении. Ни одна проповедь не заканчивалась, если бы они не упомянули о жертве Иисуса Христа, о Его воскресении. И мы читаем с вами в Деянии 2 глава 46 стих. «Каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб». Они не просто кушали, просто обедали вместе. Они вспоминали жертву Иисуса Христа, принимали пищу в веселье и в простоте сердца. Потом, конечно, у них там переросло в объедание и так далее. Поэтому апостол Павел напоминает им и урегулирует этот вопрос, как нужно вспоминать жертву Иисуса Христа, как нужно совершать хлеб при ломлении в 11 главе. Он их учит. Но зачем так часто? Потому что страдания Христа, Его смерть, Его воскресение – это единственная причина, почему они вместе. Это единственная причина, почему мы вместе. Это всех христиан объединяет. Дорогой друг, почему сегодня ты здесь? Что тебя привлекло в общество христиан? Хочу верить, что каждый сегодня из присутствующих здесь находится из-за действия Евангелия, что Евангелие на вас повлияло. Вы здесь из-за того, что страдания, смерть и воскресение Христа привлекли вас на это святое место. Напоминаю вам, братья, Евангелие. Сегодня хочу обратить наше с вами внимание на уникальность Евангелия. Это и есть тема моей проповеди – уникальность славного Евангелия. Евангелие, которое проповедует апостол Павел, оно действительно уникально. И в этих двух стихах апостол Павел выделяет три вещи, которые несет с собой Евангелие, три аспекта. И в этих двух стихах он говорит об этом. Итак, мы уже прочитали вот эти стихи. И вот эти два стиха, они разрушают очень крайних богословов, которые, ну, очень консервативны в своих взглядах и очень крайних своих взглядах. Как вы знаете, есть очень крайние взгляды на спасение. Я не имею права кого-то судить, но хочу вместе с вами посмотреть глубже в текст. Что нам говорит текст, который мы с вами прочитали? Вот эти два стиха показывают нам на то, что Евангелие, оно уникально. Во-первых, Евангелие уникальна, потому что достигает сердца грешников и распространяется через благовестие. Напоминаю вам, братья Евангелие, которые я благовествовал вам. Два раза в этих двух коротких стихах апостол Павел выделяет тот факт, что он благовествовал верующим коринфям. Во втором стихе он также повторяет, как я благовествовал вам. Это очень важно, что вы приняли Евангелие, которое я благовествовал вам. И Евангелие, оно достигает сердца людей через благовестие. Этот факт разоблачает, имеющий понимание, что благовествовать вовсе не нужно. И есть такое понимание, если Бог избрал кого-то ко спасению, то не благовествуйте, зачем? Бог все равно доведет это дело до конца, и как кого считает нужным, того и спасет. Нет, текст не говорит об этом. Текст, наоборот, говорит, что Евангелие достигает сердца людей через благовестие. В этом стихе Слово Божие ясно и недосмысленно показывает нам, что благовестие, оно необходимо. Все апостолы благовествовали. Все ученики первого столетия, все благовествовали. Даже когда это было небезопасно. Даже когда это, может быть, стоило им жизни, они благовествовали. Посмотрите, Слово Божие ясно показывает нам, что Евангелие распространяется через благовестие. Я хочу спросить, дошло бы до нас Евангелие, если бы не было благовестия? Если бы нам кто-то не рассказал? Соседи, знакомые, близкие, родители, дедушки, бабушки, если бы не рассказали нам Евангелие, стали бы мы верующими? Ну, навряд ли. Есть очень малая часть, которая приходит к Богу без благовестия, когда каким-то случайным образом попал им Евангелие, когда человек просто начал размышлять о Боге. Это очень маленький процесс. Люди приходят к Богу через благовестие. Мы читаем с вами Матфей, 28 глава. Сам Христос сказал в 19 стихе, «Идите, идите домой, и люди пусть сами каются». Он говорит, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Обратите внимание на то, что Христос не оставляет ученикам и апостолам выбора. Он не говорит им, что, ну, если захотите, дорогие мои друзья, если у вас будет желание, если у вас будет здоровье, вы можете пойти рассказать Евангелие вашим соседям. Вы можете пойти рассказать Евангелие в другие страны. Нет, Христос не говорит так. Он недусмысленно повелевает им. Это повеление, он говорит, «Идите, научите и крестите». Это прямое повеление к ученикам и апостолам, а также и к нам с вами. Может быть, кто-то сегодня захочет поспорить, но мы понимаем так, как написано, а именно Евангелие распространяется через благовестие, поэтому оно уникально. Конечно, мы можем и другие отговорки для себя найти, чтобы не благовестить. Мы можем сказать, что пусть люди включат себе христианский канал по телевидению и там услышат. Очень много передач сегодня предлагается по телевидению. Пусть радио включат, пусть Би-Би-Эн включат, пусть еще какое-то радио. Пусть они прочитают Евангелие у веры. Пусть они зайдут в какую-нибудь церковь, в Грейс, еще в другую церковь. У нас на каждом углу церкви. Пусть зайдут и услышат Слово Воль. Но лишь бы мне, не благовест. Замечено, знаете, что кто не желает благовестовать, он всегда найдет причину для этого. А кто желает исполнить волю Божию, он ищет возможности. Знаете, одна сестра, она поделилась мне, как она это делает. Она говорит, когда я встаю рано утром, я молюсь. Господь, это очень тяжело. Подойти к человеку, завязать разговор, рассказать ему Евангелие, это перебороть через себя, это какую-то ситуацию нужно найти определенную. Так, чтобы человека не стеснить, так, чтобы не навлечь на себя негатива какого-то. Господь, ты помоги мне сегодня увидеть того человека, которому я должна рассказать Евангелие. И она мне говорит, знаешь, ни одного дня такого не было, чтобы Господь мне не давал. И, казалось бы, день уже прошел, и думаешь, целый день ходишь и приглядываешься, кому же сказать Евангелие, Господь кто, кого ты мне посылаешь сегодня навстречу. И вот какое-то чувство есть внутреннее, что вот этот человек на остановке, подойди и скажи ему. И Господь мне всегда, говорит, дает чутье, всегда дает такую уникальную возможность, или в очереди, или в автобусе, или еще где-то, всегда дает возможность рассказать человеку Евангелие. И потом она говорит, когда она приехала в Америку, она продолжает этим заниматься, только уже по скайпу. Она не может благовестствовать американцам, но она продолжает трудиться в Союзе и находит знакомых, друзей, родственников, и рассказывает им Евангелие по скайпу. Друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня приняли эту истину и выдворяли ее в своей жизни. Евангелие распространяет через благовестие. Во-вторых, Евангелие уникальна, потому что оно вызывает веру и покаяние у человека. Посмотрите на первый стих. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовестовал вам, которое вы приняли. Евангелие действительно уникальное. Когда человек слышит его, оно совершает чудо. Оно производит в человеке действия. Евангелие обличает человека во грехе, оно подталкивает человека к покаянию, и это действительно чудо. Здесь нам открывается полная картина, как это происходит. Вы знаете, с одной стороны, Евангелие вызывает человека на покаяние, с другой стороны, человек ответственный за его принятие. Обратите внимание на первый стих, где апостол Павел обращает внимание на ответственность. Никто из верующих, никто верующих в Коринфе насильно не заставлял принимать Евангелие. Это была их ответственность, принять или отвергнуть. Как это происходит? Апостол Павел описывает в Римлянам, 10 глава, 7 стих. Посмотрите, 17 стих, простите. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Посмотрите, прослеживается интересная нить и взаимосвязь. Прежде чем принять Евангелие, нужна вера, правда? И значит, как без веры ты примешь Евангелие? Но чтобы появилась вера, нужно услышать Евангелие. Вот как это работает? Мы не знаем. Но так оно происходит. Прежде чем принять Евангелие, нужна вера. Но чтобы появилась вера, простите, нужна Евангелие. Евангелие действительно уникально. Оно вызывает или подталкивает человека на покаяние. Более того, когда человек примет Евангелие, на нем лежит ответственность также утверждаться в этом Евангелии. Посмотрите на конец первого стиха и середину второго стиха. Мы читаем, в котором утвердились, и второй стих, «Если преподанное, удерживаете так». О чем здесь говорит апостол Павел? Он продолжает говорить об ответственности человека. Христианин не должен после покаяния вести пассивный образ жизни, своей духовной жизни. Его ответственность теперь утверждаться и удерживать истинное Евангелие. Почему апостол об этом говорит? Потому что многие верующие в церкви города Коринфа, они подверглись разному лжеучению. О всех их уклонениях, о всех лжеучениях вы можете прочитать в послании к Коринфам. В первом Коринфе, на втором. Когда вы прочитаете полностью, за один присест, вот эти два послания, вы увидите общую картину, сколько было ереси, сколько было непонимания, сколько было отклонения от истинного Евангелия. Вот хотелось бы на дно только посмотреть уклонение, которое было, опираясь на 15 главу, не идя дальше. Некоторые уверовали в Евангелие, но они не верили в то, что есть воскресение мертвых. Они не верили в воскресшего Христа. Они не верили, что сами когда-то будут воскрешены. 12 стих. Посмотрите, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, апостол Павел задает вопрос и возмущается, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Дальше они уклонились от этого Евангелия, они не утвердились, не удержали то, что преподал им апостол Павел. Почему это очень важно? Ну не веришь в воскресение из мертвых? Ну и не верь. Ведь главное, что грехи твои прощены, главное, что ты получил какое-то облегчение в своей жизни, главное, что ты искренен, главное, что ты покаялся. Нет. Апостол Павел говорит дальше, если не веришь в воскресение из мертвых, тогда ты стоишь на пути погибели. Посмотрите на 17 стих. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, она бесполезная. Ее нету. Что веришь ты, что не веришь, что ты искренен, это не важно. Не играет абсолютно никакой роли. Если ты не веришь в воскресение из мертвых, вера твоя бесполезна. Вы еще во грехах ваших. Он пишет. И 19 стих, мы недавно слышали о проповедь на этот стих. Он продолжает в этом контексте. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Он имеет в виду, что многие уверовали в Иисуса Христа, но они не верят в загробную жизнь. Им хорошо здесь в этой жизни, они на Христа надеются. И хорошо. Нет, он говорит, вы несчастнее всех человеков. Не только в этой жизни нужно надеяться, но и нужно надеяться на вечную жизнь. Почему? Потому что это наше Евангелие, это то, что мы с вами верим. Апостол говорит, что это очень важно. Во втором стихе мы читаем, если только не тщетно уверовали. На протяжении всей главы апостол Павел объясняет, насколько важно верить в настоящий Евангелий, насколько важно верить в воскресение из мертвых, потому что это фундамент и сущность Евангелия. Итак, Евангелие уникальна, потому что оно вызывает человеческую ответственность ответить на Божий призыв, утверждаться в Его Слове и удерживать чистоту Слова Его. И, наконец, третья уникальность Евангелия – Евангелие спасает. Посмотрите на второй стих. Мы читаем с вами, «Которым и спасаетесь». Евангелем спасаетесь. Друзья, Евангелие, оно дает спасение. Более того, нет другого пути спасения, как только через Евангелие. Может быть, кто-то рассчитывает, что может приобрести себе спасение с помощью добрых дел, без Евангелия. Это путь погибельный. Может быть, кто-то рассчитывает на спасение, потому что вы ведете, ну, более-менее благочестивый образ жизни, но без Евангелия вы никогда не соприкоснулись с Евангелием. Вы не размышляете о жертве Христа. Для вас ничто. Его страдания, Его смерть, Его воскресение – это путь погибели. Вся наша праведность, мы читаем в Писании, как запачканная одежда. Мы читаем, что нет праведного ни одного. Мы читаем с вами, что все согрешили и лишены славы Божьей. И вы, и я не исключение, и каждый человек, живущий на земле. Никто из нас не праведен. Мы все с вами нуждаемся в Евангелии, мы все нуждаемся в том, чтобы преклониться перед Святым Евангелем, перед Христом. Мы все буквально рождаемся грешниками. И каждый из нас, и каждый человек нуждается во Христе. Ибо нет другого имени, в Деянии мы читаем, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежал бы нам спасить. Это имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, сегодня Слово Божие напоминает нам с вами о самом важном, о Евангелии. Когда мы преломляем хлеб, мы напоминаем друг другу Евангелие. Мы думаем о жертве Христа, мы размышляем об этом. Когда мы восклицаем, Христос воскрес, и воистину воскрес, мы снова вспоминаем и провозглашаем Евангелие не верующим, а также друг другу. Я призываю вас сегодня поблагодарить Господа за уникальность Евангелия, за жертву Христову, за Его воскресение, за действие Его Слова в нашей жизни. Сегодня у нас есть причина воздать Господу славу. Давайте помолимся. Аминь. Спасибо. 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 Аминь. 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 Великий Господь, преклоняясь перед Твоим Святым Словом, благодарю Тебя за уникальность и за славность Твоего Святого Евангелия, что Ты через Евангелие открылся нам, что Ты умер за грехи наши, что Ты принес себя в жертву за мой грех, за грех каждого человека. Слава Тебе, что в эти дни мы вспоминаем, Господь, как Ты это совершил. Мы напоминаем друг другу и окружающему это Святое Евангелие. Мы говорим о жертве Твоей, говорим об искуплении, говорим о Твоей победе, говорим о воскресении Твое. Помоги, Господь, нам в эти дни проникнуться Евангелием, проникнуться благодарностью Тебе за Твой подвиг Голгофский, который Ты совершил. И благодарить Тебя за это. Славим Тебя и благодарим. И поклоняемся перед Твоим Святым Величием. Аминь. Славим Тебе. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 О, как блажен, как счастлив я! Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он! Аллилуйя, 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 Аминь! Аллилуйя, 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 Аминь! С мирским богатством не сравним тот город золотой! В нем вечно буду жить я с ним, я жалкий праземной! Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он! Аллилуйя, 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 Аминь! Аллилуйя, 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 Аминь! Нет ночи в той стране святой, не меркнет солнца свет! Там все сердца звучат, хвалой, там сладча больше нет! Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он! Аллилуйя, 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 Аминь! Аллилуйя, 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 Аминь! О, братья, сестры, радость нам дана и в мире всем! Здесь видим свет, что светит там, куда мы все придем! Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он! Аллилуйя, 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 Аминь! Аллилуйя, 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 Аминь! Братья и сестры, Христос воскрес! Занимайте, пожалуйста, ваши места! Мы сегодня слышали уже в первой проповеди, вот в самом начале, насколько замечательно воскресение, насколько сильно влияет воскресение Иисуса Христа на всю человеческую историю. Я хочу сказать, что воскресение действительно очень велико, и воскресение настолько центрально для христианства, что даже тогда, когда люди отрекаются, может быть, от христианской веры, воскресение в какой-то мере остается где-то в каких-то, знаете, уголках культуры, может быть, или уголках народной жизни. Ну, например, простое слово «воскресение». Мы говорим «воскресение». Сегодня какой день? Воскресенье. Когда мы говорим о воскресении Христа, мы говорим обычно «воскресенье». Когда говорим о дне, мы говорим «воскресенье». Ну, это одно и то же, по сути. Интересно, я как-то объяснял одному американцу, что слово «сандэй» на русском языке на самом деле означает «воскресенье». И в этом есть влияние христианства, когда, когда-то, больше тысячи лет назад, Русь крестили, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь. Вы помните это? В 1988 году мы праздновали тысячелетие крещения Руси, и очень много было евангелизационных различных служений. И вот когда с тех пор была крещена Русь, много христианских таких вот культурных особенностей вошло в жизнь народа. И одно из них, даже вот название дня, воскресенье, да. Посмотрите, даже 70 лет советской власти не вытравили название этого дня. И мне удивительно, я не знаю, интересно, а коммунист, может, кто-то знает, пытались как-то они изменить этот день? Может быть, другое название дать, может быть, еще что-то? Мне кажется, что, может быть, даже были какие-то попытки. Они некоторые вещи пытались сделать, но ничего у них не получалось. Ну, посмотрите, что даже вот через 70 лет советской власти этот день продолжал напоминать о воскресении Господа Иисуса Христа. Мы называем по-английски этот день Sunday. Интересно, что на самом деле, если посмотреть исторические документы, вы увидите там такое выражение, такую фразу. The day of our Lord, in the day of our Lord, то есть имеется в виду, что в день Господень, то есть воскресный день, этот день даже в Великобритании или здесь в Америке, в Соединенных Штатах, чуть раньше, назывался Sunday, или воскресный день, назывался вот таким днем Господним. Из-за влияния христианства, естественно. Интересно, другая деталь еще, что лето Господнее, или летоисчисление, лето Господнее, the year of our Lord, берет начало с дня Рождества Господа нашего Иисуса Христа, или со времени, с того года, когда Христос родился. А вот день Господень, это день воскресения, вот даже вот летоисчисление наше имеет вот такую связь, имеет такую привязку. Посмотрите, вроде бы казалось, ну, может быть, к нашей жизни в церкви это не имеет такого большого значения, но все равно, вот даже в этом проявляется влияние воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Я сегодня просто хотел сказать, что действительно воскресение настолько центрально для христианской веры, что если мы уберем воскресение Иисуса Христа, как писал об этом Павел, то вера наша тщетна. И апостол Павел очень много доказывает в первом послании Коринфянам, 15 главе, он очень четко и хорошо показывает эту идею. Я сегодня не буду говорить об этом много, но, друзья, я хотел сегодня поговорить о практичности воскресения в нашей личной жизни. Вот в жизни христианина практические качества воскресения. Насколько воскресение влияет на тебя и меня в нашей личной жизни? Ну, перед тем, как мы прочитаем текст, я хочу провести, вот задать вопрос своего рода, да, и я хочу услышать ответ. Привет. Назовите, пожалуйста, вот просто можно так с места сказать, назовите, пожалуйста, вот давайте хотя бы три назовем качества или три пользы, или три бенефита в практической жизни христианина, три благословения от воскресения Иисуса Христа для практической жизни христианина. Постарайтесь подкрепить Писанием, если сможете. Итак, Христос воскрес, и это что нам дает христианам? Оправдание. Написано, что воскрес для оправдания нашего, Римлянам 4, 25. Хорошо. Разрушил ад. Но он ад разрушил. Как нам это поможет? Мы туда не пойдем. Слава Богу, что мы туда не пойдем. Хорошо, хорошо. Еще там брат Виктор говорил. Так и нас воскресит. Написано, что оживит наши смертные тела. Римлянам 8, 11. Об этом написано, об этом сказано. То есть из-за воскресения Христа у нас есть обновленная надежда, у нас есть надежда на воскресение. Мы знаем, что Бог исполнил слово обещания Христа, что Он воскреснет, Он исполнит свое обещание о нашем воскресении. Что подобно Христу, и мы воскреснем в определенный день. Еще. К новой жизни. Окей, то есть это означает, что мы имеем новую жизнь. Мы, когда принимаем Иисуса Христа, принимая Евангелие, о котором мы уже слышали, да, это воскресает нас к новой жизни. Интересно, в послании Колосина написано, вот вторая глава, 12-13 стихи, посмотрите. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы, Иса, воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Посмотрите, я думаю, что даже этих нескольких качеств достаточно. Я могу еще просто сказать, что одно из самых потрясающих благословений для меня лично, это то, что мы имеем живого Бога. Мы имеем не просто кого-то, кто положен в гробницу, кто умер, как подобно другие основатели других мировых религий, тот же Будда, тот же Конфуций, тот же Магомед, которые были положены в какую-то гробницу, пусть даже на тех гробницах поклоняются, наш Господь жив. Он жив, и Он сегодня реально может помогать мне, Он слышит мои молитвы, Он сегодня присутствует с нами. Он не просто присутствует с нами, написано на нем, что Он ходатай, пред отцом. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что уже на основании этого мы можем очень много сказать о практической жизни или о практической пользе, или о том, что даже для нас, несмотря на то, что воскресение Христа совершилось, это исторический факт, что воскресение Иисуса Христа имеет очень много полезного и благословенного, как даже для нас лично это имеет очень большую громадную пользу. Я сегодня хочу обратить внимание на один текст. Если помните, вот не так давно у нас было служение в Страстной Четверг, и перед хлебопреломлением я прочитал текст об отречении Петра. Я сегодня хочу обратить внимание на другой текст, который говорит о воскресении Иисуса и о Петре, немножко как бы затрагивает наше внимание на Петре. Итак, давайте прочитаем Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 стиха. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на зарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам аминь. Посмотрите, мы прочитали текст, я хочу обратить внимание вот на эту короткую фразу. Скажите ученикам, и ангел добавляет, и Петру. В этом тексте мы слышим слова ангела, который к женщинам обращается, и он говорит им новость о воскресении Иисуса Христа. Он говорит о том, он посылает их с этим сообщением к ученикам, и конкретно, чтобы Петру тоже сказали. Посмотрите, только в Евангелии от Марка написано так, что ангел сказал именно такие слова, что не только вообще ученикам сказать, но именно Петру тоже сказать. Посмотрите, только Марк отмечает почему-то этот текст. Однако в других Евангелиях тоже мы читаем, ну, например, Евангелие от Луки, 24 глава, 12 стих Иоанна, 20 глава, 2 и 4 стих, что как только Петр слышит о воскресении Иисуса, он бежит. Он спешит к гробнице. Он почему-то не может сидеть просто так. Он хочет сам увидеть, сам убедиться. Когда он услышал о воскресении Иисуса Христа, он прибегает к гробнице. И Лука, и Иоанн говорят об этом. Удивительно, что когда ангел говорит, что пойдите, скажите ученикам, это же включает Петра. Ну, Петр тоже один из учеников, не правда ли? Это должно бы включить и Петра. Он тоже ученик. Поэтому слова ангела, пойдите, скажите ученикам, должны означать всем ученикам, всем, кого найдете, всем, кто встретится из учеников вам на пути. Но ангел почему-то добавляет и Петру. Я вижу в этом замечательную истину, одну и характер нашего Господа Иисуса, который очень хотел именно Петру сказать о воскресении. Мне так представляется, что когда Иисус отправлял ангела с вестью о воскресении, и вот ангел уже готов был отправиться, Иисус останавливает его и говорит, только не забудь, добавь, чтобы и Петру сказали лично, чтобы и к Петру тоже обратились. Обязательно скажи женщинам, чтобы Петру лично сказали о воскресении. Вы знаете, я думаю, что именно Марк подмечает эту истину, думаю, что есть причина на это. Евангелие от Марка. Было записано евангелистом Марком, как говорят церковные предания, со слов или с проповедей апостола Петра. Я думаю, что вот эту фразу ангела Петр особенно запомнил. Когда он узнал, что ангел повелел женщинам и ему лично сказать, я думаю, что это особенно тронуло апостола Петра. Итак, давайте посмотрим, что можно увидеть в этих словах и что они скажут нам. Почему ангел говорит, пойдите скажите ученикам и Петру? Почему он так обращает внимание на Петра? Ну, во-первых, хочу сказать, что Петр должен знать, что он не забыт. Несмотря на то, что Петр как будто бы забывает свое обещание, несмотря на нарушение своего обещания верности, я говорю о Петре, Иисус продолжает любить его. Знаете, иногда, когда люди проявляют неверность или отступают от своих обещаний, мы иногда говорим, он забыл то, что обещал, он забыл свое обещание. Этот человек забыл о том, что говорил, забыл о том, в чем клялся или божился. Петр отрекся от Христа, как будто бы забыл о том, что он так сильно уверял Иисуса Христа в том, что он никогда его не оставит, даже если ему нужно было бы умереть. Вы посмотрите, Иисус не забыл Петра. Иисус не забыл Петра, Иисус по-прежнему любит Петра. Посмотрите, еще одну мысль хочу подчеркнуть здесь, что Петр должен знать, что он не забыт. Посмотрите, падение человека не решает его окончательной судьбы. Ангел говорит, скажите и Петру. Даже серьезное падение Бог может простить. Даже серьезное падение не решает окончательной судьбы человека. Бог может простить человека, когда человек в раскаянии, в сокрушении приходит к Богу и просит о прощении. Бог прощает тех, кто приходит к нему в искреннем раскаянии. Посмотрите, Бог делает даже больше по отношению к Петру. Я не знаю, согласились ли бы мы поставить Петра на ответственную позицию когда-либо в жизни нашей. Если бы мы увидели, что Петр отрекся от Иисуса Христа, доверили бы ли мы ему когда-то служение. Но посмотрите, Иисус поручает ему быть одним из лидеров, одним из столпов Иерусалимской церкви. И Петр именно такой человек. После воскресения, после исполнения Святым Духом в день Пятидесятницы, Петр несет серьезное служение. Посмотрите, насколько велико восстановление Господне. Бог не только прощает. Мы иногда, знаете, говорим, я прощаю, но не забуду. Я прощаю, но я буду помнить. То есть, где-то наше прощение очень иногда условно. Посмотрите на прощение Господне. Бог говорит, Бог хочет сказать Петру, что он не забыл о Петре, что он помнит Петра. Я думаю, что еще одна или еще один момент, который здесь ангел хочет сказать, или в этих словах ангела мы можем увидеть то, что желание Бога по отношению к Петру, Петр должен был знать, что он прощен. В словах ангела, скажите, Петру есть указание на прощение Петра. Почему Петр упал? Вы задумывались когда-то? Гордость, самонадеянность, какое-то такое, знаете, вот желание Петра, может быть, понадеялся на свои силы, не выдержал. Давайте прочитаем. Я хочу предложить вернуться на несколько страниц в этом же Евангелии, если у вас есть Библия. Пожалуйста, перелесните, вот мы на 16 главе, а давайте вернемся в 14 главу. Я несколько выборочно, несколько стихов прочитаю. Я хочу подчеркнуть некоторые идеи отсюда из того, как произошло, в принципе, падение Петра. Евангелие от Марка, 14 глава, 53 стиха. «Привели Иисуса к первосвященнику». Это после того, как его взяли в Гефсимане. «Привели Иисуса к первосвященнику и собрались к нему все первосвященники и старейшные книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны». Посмотрите, я хочу подчеркнуть несколько мыслей здесь. Иисуса приводят к первосвященнику. «Петр издали следует за Иисусом, от Гефсимании он следует за Иисусом». Обратите внимание, он издали следует за ним. Причем, в ходе даже во двор первосвященника, он сидел со служителями и грелся у огня. Посмотрите еще, первосвященники ищут лжесвидетельства на Иисуса, да, или свидетельства против Иисуса, но не находят. Многие лжесвидетельствуют. Может быть, даже кто-то сидел возле Петра и высказывал, какое это свидетельство против Иисуса. Может быть, вокруг него были люди, которые пытались что-то, потому что написано «многие свидетельствовали». Но свидетельства их не были достаточны. Посмотрите, Петр понадеялся действительно на свои силы, он слишком сильно понадеялся на себя. Я хочу сказать еще одну мысль. Петр слишком долго находился на территории врага. Он не только был слаб сам по себе, без Иисуса он был слаб. Но он слишком долго находился на территории врага. Посмотрите, он не был близко с Иисусом. Хоть он и говорил, что он готов смерть принять за Христа, он следует за Иисусом издали. Почему? Да потому что, если слишком близко быть к Иисусу, есть опасность, что и тебя, и с тобой что-то сделают. Он издали следует за Иисусом. Он слишком долго находился на территории врага. Возможно, он пытался в панике как-то понять, как помочь Иисусу, как организовать что-то, как вытащить Иисуса из этой передряги. Он не знал, как помочь Иисусу. Возможно, хотел что-то сделать, но ничего не мог. В полном своем бессилии он просто следовал за Ним. Посмотрите дальше. Давайте прочитаем еще с 65 стиха. Это же 14 глава. Некоторые начали плевать на Него, на Иисуса, и закрывая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему про реки. А посмотрите сюда. И слуги били Его полонитом. С кем сидел Петр? Со слугами. И слуги били Его полонитом. Когда Петр был на дворе, внизу пришла одна из служанок первосвященника, и увидев Петра, греющий Василь, смотревшись с Него, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев Его опять, начала говорить стоявшим тут, «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно ты из них? Ибо ты галилеянин, и наречие Твое исходно». Он же начал клясться и божиться, не зная человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Возможно, кто-то из тех, кто находился рядом с Петром, глумился над Иисусом. Возможно, вот вокруг него были люди, которые что-то плохое, обидное, некрасивое, нехорошее делали для Иисуса. И Петр находился в этой компании, в такой компании врагов Господа гораздо легче упасть. И, возможно, Петру не стоило там находиться. Я не знаю, я все вот это говорю, и, может быть, кто-то из вас когда-то бывал в подобной ситуации, когда вокруг вас были враги Господа, которые глумились над всем святым. И что-то вам мешало сказать, перестаньте, что вы делаете. И вы вот так вот находились в этом состоянии, вместо того, чтобы или уйти, или прекратить это, вы находились там и просто-напросто ничего не делали. И Петр в конечном итоге упал. Петр отрекся от Христа. Петр отрекся от Христа. Чисто по-человечески это неприятно и подло, когда человек скажет о своем друге, я не знаю его. Это особенно плохо тогда, когда такие слова кто-то скажет о своем друге, когда друг нуждается в помощи. Петр согрешил хотя бы потому, что обманул. Ну, он-то знал Иисуса. Больше трех лет он был с Иисусом, он знал Иисуса, и он обманул. Более того, написано, помните, там есть такой стих, вот 71 стих, он же начал клясться и божиться, не зная человека сего, о котором говорит. Он, кроме того, что просто обманывает, он еще и клянется, он еще и клятву нарушает свою. Посмотрите, ситуация отягощилась. И несмотря на это, несмотря на состояние Петра, несмотря на то, что Петр находился в таком состоянии, одни из первых слов о воскресении включают и Петра. Скажите ученикам и Петру, что Иисус ждет вас в Галилее, что Иисус хочет встретиться с вами в Галилее. Петр может быть прощен. Петр прощен. Мы не знаем, что произошло на самом деле между воскресением и распятием по отношению к Петру. Мы знаем только, что Он увидел, и когда мы говорили с вами, рассуждали в Страстной четверге, обратил внимание на то, что Иисус посмотрел на Петра. Один из евангелистов подчеркивает это. И Иисус взглянул на Петра, и Петр заплакал. Здесь мы прочитали в Евангелии от Марка, 14 глава, что Петр плакал. Он плакал горько, другой евангелист подчеркивает. Посмотрите, из того, что Петр так сильно спешит, когда только слышит о воскресении Иисуса, спешит к гробнице, мы знаем, что в Петре что-то происходило. В нем не было покоя, что-то его мучило. И я думаю, что когда он горько плакал, я хочу верить в то, что это были слезы раскаяния Петра. Бог простил Петра. Дорогой друг, ты тоже можешь быть прощен. Эти слова, скажите учениками Петру, говорят о том, что и ты можешь быть прощен. И это тоже практический бенефит воскресения Иисуса. Воскресший живой может простить, мертвый не прощает, живой прощает. Как часто на могиле родных или близких люди говорят, о, как много бы я дал, чтобы попросить прощения, если кто-то умер и человек не был примирен. И Иисус жив, и сегодня Он может простить тебя, ты тоже можешь быть прощен. Кроме того, что Петру нужно было знать, что он не забыт Господом, кроме того, что Петру нужно было знать, что он прощен, я думаю, что еще Петр должен был знать, что Иисус не списал его, не отказался от Петра. У Петра есть будущее с Иисусом. У Иисуса было желание общения с Петром, у Иисуса было даже задание для Петра. Вспомните еще даже до того, как Иисус сказал о том, или Иисус предсказал Петру о том, что Петр отречется от Иисуса. Вспомните, как Иисус ему однажды сказал, «Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу». Дальше. «Чтобы ты некогда обратившись, утвердил братьев твоих». Посмотрите, я хочу сказать то, что у Иисуса это желание было и раньше. Иисус хотел, чтобы у Петра было именно вот это задание. И Иисус имеет задание для Петра, у него было особенное это задание. Когда Иисус призвал апостола Петра, когда он был еще простым рыбаком, Петр оставил все, последовал за Иисусом. И естественно, что во время следования за Иисусом Христом, наверное, Петру было приятно, что Иисус поручал ему какие-то задания, что Петр что-то мог делать для Учителя своего. И, наверное, после отречения он почувствовал, что все, все, теперь он списан. Больше никогда ничего не сможет сделать для Иисуса. И вот слова ангела, скажите ученикам и Петру. Несмотря на отречение Петра, Иисус не отрекся от Петра. Я хочу сказать, друзья, что для нас, для меня, это очень о многом говорит. Это говорит о характере нашего Господа, который любит прощать, который хочет прощать. Это говорит о его любви, это говорит о том, что он хочет. Он так хочет, чтобы каждый из нас лично слышал весть о воскресении, слышал это и Евангелие, слышал эту благую весть о воскресении. Знаете, кроме того, что это было сказано Петру, кроме того, что Петру лично нужно было сказать о воскресении, чтобы напомнить, что он не забыт Богом, что он прощен Богом, что Бог не списал его совершенно. Я хочу сказать, что у тебя, ты тоже должен слышать, что Иисус воскрес. И Иисус хочет сказать о своем воскресении тебе лично. Ангел сказал женщинам, скажите ученикам и Петру. Возможно, дорогой друг, ты слышишь меня сегодня, находишься в состоянии подобном Петру. Падение или охлаждение. Может быть, и даже ни того, ни другого. Может быть, нету какого-то такого серьезного, глубокого греха, но какое-то просто духовное неудовлетворение. Возможно, у тебя есть какое-то поражение, или просто бессилие победить грех, который путает тебя. Слова о воскресении Христа сегодня звучат и для тебя. Петр, Мария, Иван, Лилия, Александр, Надежда, Андрей, Наталья. Иисус Христос воскрес, и ты сегодня должен услышать весть о воскресении. Он воскрес, и это значит, что ты можешь быть прощен. У тебя есть надежда, ты можешь прийти к Нему. Оставь неверие, оставь свои грехи. Может быть, ты, как Петр, следуешь за Иисусом где-то так, в сторонке, издали. Потому что слишком близко тебе кажется, что опасно приближаться к Иисусу. Это риск духовный. Еще Бог что-то потребует от тебя, то, чего ты не готов отдать. Может быть, потребует от тебя финансовых вложений, может быть, потребует от тебя здоровья, может быть, потребует, чтобы ты служил Ему в церкви день и ночь. И тебе кажется, что ты будешь безопаснее так держаться от Христа подальше. Я хочу тебе сказать, дорогой друг, не делай этого, это опасное состояние. Подойди поближе ко Христу. Не бойся отдать себя полностью Иисусу. Мне кажется, что, несмотря на то, что мы иногда свысока смотрим на некоторых других людей, которые называют себя христианами, мы считаем их культурными христианами, например, католиков или православных, или еще кого-то. Я думаю, что и мы сами иногда мало чем отличаемся, потому что мы просто привыкаем и где-то по накату делаем очень многие вещи. И где-то следуем за Иисусом Христом вот так вот издали. Безопасность. Где-то так, чтобы Бог не слишком много потребовал от меня. Я надеюсь на Бога, я верю в Него. Но, Господи, а вдруг Ты чего-то попросишь у меня? Друзья, я думаю, что когда мы следуем за Иисусом поодаль, на самом деле это опасно, потому что другой может подойти и совратить нас, избить нас и покалечить нас в конечном итоге. Я хочу еще раз сказать, подойди к Иисусу поближе, ухватись за Него. И даже если в твоей жизни было когда-то вот подобное состояние, как было у Петра, попроси прощения у Него. Он живой. Он может простить. Он реально может простить. Я сегодня хочу обратиться к нам и хочу сказать, давайте мы сейчас в наших молитвах поблагодарим Господа за Его воскресенье. За то, что когда-то Он восстановил Петра. За то, что когда-то Он простил каждого из нас. За то, что когда-то Он свое Евангелие обратил именно к нам. За то, что когда-то нашлись люди верные Господу Иисусу Христу, которые не просто следовали за Иисусом и издали, но верно исполняли Его волю. И когда-то они достигли наших селений, наших городов. Когда-то они достигли, может быть, наших родителей, наших дедушек и бабушек. И через них мы услышали о живом воскресшем Господе. Как бы хотелось, чтобы эта весть Евангелия не оставалась на нас. Чтобы мы были ответственны, чтобы мы не просто следовали за Христом, как-то так вот, знаете, налегке, но чтобы мы действительно могли говорить и другим о воскресшем Господе Иисусе Христе, чтобы эту весть возвещали другим, чтобы эта Евангелие не остановилась вместе с нами. Да поможет нам этом Бог. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Бога за Его воскресение, за то, что это значит для нас. Аминь. Господь, в этот день я хочу поблагодарить Тебя за Твое воскресение, Твою великую силу, и я хочу поблагодарить Тебя за то, что произошла вот эта великая победа над смертью, Ты победил смерть, Ты победил ад. Ты воскрес из мертвых, и я преклоняюсь перед Тобой, я славлю Тебя, Господи. Но более того, я хочу поблагодарить Тебя за Твой особенный характер, Господь. Я хочу поблагодарить Тебя, что Ты не довольствуешься просто провозглашением где-то на площади во всеуслышании Евангелия, но Ты хочешь, чтобы Евангелие каждый слышал лично. Я благодарю Тебя, что когда-то Ты хотел, чтобы и Петр услышал о Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты когда-то захотел, чтобы и я услышал о Тебе. Я благодарю Тебя, что когда-то Ты захотел, чтобы каждый лично, который находится здесь, верит в Тебя, услышал Евангелие, эту благую весть о воскресении Иисуса. Господи, благодарю Тебя, что это Евангелие не ограничивается каким-то особенным языком, но звучит на всех языках, что это Евангелие не ограничивается какой-то расой людей, но звучит для всех, что это Евангелие не ограничивается каким-то социальным положением или статусом, но обращено ко всем людям, потому что каждый из нас нуждается в Твоем спасении. Господи, благодарю Тебя, что у Тебя есть подход к каждому. Благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты находишь ключи к сердцу каждого человека, и Ты говоришь и обращаешься, и Ты работаешь над каждым человеком. Господи, молюсь Тебе о каждом, кто находится в этом зале. Господи, я прошу Тебя, продолжай говорить каждому сердцу. Если есть те, кто следует еще за Тобой как-то в сторонке, как-то поодаль, боясь посвящения себя Тебе, я прошу Тебя, Господи, Ты побуди людей искренне посвятить себя Тебе. Если кто-то до конца не верит в Твое воскресение, Господи, я прошу Тебя, убеди сегодня таких людей, чтобы они приняли весть о чудом Твоем воскресении. Если кто-то в грехах утопает, Господи, я прошу Тебя, протяни спасительную руку и вытащи из рва греха. Господи, благодарим Тебя, что Ты не оставил Петра, что Ты не забыл его, что Ты простил его, что Ты не списал его со счетов. Благодарю Тебя, что и к нам поступаешь так же. Тебе слава, Тебе поклонение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Пожалуйста, вы приготовьте, пока я буду говорить нужды, вы приготовьте номер 589. Мы будем петь к молитве, пожалуйста, братья и сестры, особенно, может быть, к тем братьям и сестрам, которые заступают в пост с завтрашнего дня. Так как мы когда-то это делали или с сегодняшнего вечера. Обычно мы как бы говорили, что это на день, но заступали, помните, в 7 часов вечера. Мы собирали в церкви. Это было бы хорошо. У кого есть возможность и кому время позволяет. Каждый раз те, кто постились и те, кто принимают пост, если у вас есть возможность встретиться в церкви в 7 часов, приходите. Приходите, помолитесь вместе, передайте эту эстафету, а те, кто ее принимают, тоже. Пускай помолятся вместе и принимают ее. И чтобы у нас, я понимаю, что трудно будет, может быть, всем, но у кого есть возможность, приходите в братскую комнату, заходите и делайте вот эту молитву. Это будет очень хорошо. Также у нас есть семья, родственники Аббады Павла, которые просят, чтобы помолиться о нем. Он будет иметь перелет на этой неделе из Молдавии сюда, чтобы Господь благословил его в этом перелете. Также братья посетили свечерей некоторых наших членов церкви, которые по причинам болезни не могут быть, и участвовать с церковью здесь. И они привезли от них приветствие. Это семья Кавлюк и также сестра Валя Еремчук. Они просят так, чтобы мы также молились за них и приветствуют всех нас. Также у нас есть еще одна нужда. Да, может, кто-то из вас знает этого брата. Это брат, который жил когда-то в городе Бельце. На данный момент он проживает в городе Канада. Офтинеску Петр. Офтинеску Петр, который болел болезнью, стоял в очереди на пересадку, но болезнь сильно поразила не только уже печень, а дальше пошла, и врачи отпустили его домой. Сказали, что уже поражение пошло слишком, и они бессильны бороться с этой болезнью. Так что будем молиться Петр Офтинеску, который нуждается сейчас. Может быть, больше и родственники его нуждаются, семья нуждается в поддержке в наших молитвах. Давайте мы встанем вместе, споем это пение и будем молиться. Петр Офтинеска Петр. 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 Петр Офтинеска Петр Офтинеска Петр Офтинеска Петр. И Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем. И Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем. За заботу Твою, Господи, за любовь Твою, что Ты так много говорил нам из Слова Твоего. За участие, Господи, в этом служении всех братьев и сестер благослови и наш скрипичный оркестр, Господи. Благодарим Тебя за их участие и усердие. Благослови сестру Марьяну. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам иметь вспоминания о Твоих страданиях здесь, на этом месте. Мы могли быть в доме и видеть друг друга. Также Ты видишь наших братьев и сестер, которые не были с нами, но через братьев они передают нам приветствие. Они просят нас также, чтобы мы молились о них. Ты знаешь, Господи, каждого, кто нуждается. Также Ты знаешь эту ситуацию, которая с братом Петром, Господи, с его родственником. Мы передаем эту всю ситуацию в Твои руки Бога, который силен над всякой болезнью, который дает жизнь и, Господи, который говорит, что хватит. Тобой, Господи, назначено время для каждого из нас. Помоги, Господи, чтобы в это время назначено Тобой мы сделали самое главное. Мы примирились с Тобой, Господи. Благослови Церковь Твою, особенно, когда у нас сейчас будет трудовая неделя. Все те вопросы строительством, которые еще нам нужно сделать, пожалуйста, устрой все это. Также этот пост, который Церковь согласилась иметь, каждого, кто будет в нем участвовать, чтобы мы молились друг о друге, поддерживали на руках молитвы наше духовное состояние. Господи, укрепи нас через этот пост, приблизь к себе, Господи, благослови всех тех братьев и сестер, которые, Господи, откликнулись. Они будут помогать на стройке, кто за медикаменты, кто будет, Господи, привозить нам воду, Господи, и кто будет трудиться. Всех нас сохрани, Господи, там вместе, чтобы мы это все делали во славу Твою, Господи, для пользы Церкви Твоей здесь. Помоги нам нести жизнью Своей Евангелие, которую Ты сегодня призывал через Слово. И мы верим, Господи, что Ты готов принять, как Ты принял и Петра, даже тех, кто, Господи, в свое время как-то отрекся, отнесся холодно, Господи, стоял вдали, Господи, но Ты ждешь, Господи. Помоги нам это осознать и всегда стремиться, зная, что Ты любящий, добрый пастырь, который ждет каждого, готов выйти навстречу. Господи, я благодарен Тебе за то, что мы имеем все отрасли служения, хоры, Господи, оркестры, благослови каждого, и, Господи, все, в чем мы нуждаемся, Ты знаешь больше нашего прошения и моления, Господи. Все это пред Тобой известно, и на трудовую неделю, это когда мы скроемся друг от друга, благослови нас. Тебе за все будет слава, Богу Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. С миром Божьим наше служение подошло к концу.